Всем привет дорогие подписчики, из телеканала Спустного Зарбаба мы продолжаем проходить игру в The Sinking City. Ну что же, мы сегодня с вами отправляемся искать контрабандистов и договориться с ними о том, чтобы они вывезли Фреда из Бокмонта. Насколько мы с вами помним из прошлой серии, то их можно найти по объявлениям в местной газете, в которой упоминается Салвейшн Харбор. Такие послания предположительно появляются раз в неделю. Поэтому мы с вами идем именно в газету. Там мы либо с вами будем разговаривать, либо все-таки искать в архивах. Но судя по значку, все-таки искать в архивах. Опа, ниоткуда-то не возьмись, появился чувачок. Тихо, 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 игра. Как же все-таки продолжаешь ты виснуть? Берегите себя. Окей. Ничего нового не сказала. Сальвейшн Харбор это район. Раз, раздел. Объявление. Период после потопа. Поминки Безумного Боба. Пришло время отправить Безумного Боба в последний путь. На этот раз в западную часть Сальвейшн Харбор. В бар 7 дубов. На перекрестке Калышмор-Стрит и Сальвейшн Роуд. Но мы этот бар с вами уже нашли. Так что вообще все прекрасно. Все просто идеально. Ну, на карте, понятно, он находится у нас вот здесь вот. Тут даже есть, в принципе, точка быстрого перемещения. Это хорошо. Идем туда. Идем туда. Ну, как всегда, скорее всего, не за просто атаку они согласятся. Возможно, будет какой-то заданец для них. В принципе, это очевидно. В этом мире никто просто так ничего не делает. Так, нам вот сюда. Мы его с вами уже находили. С барменом общались. Но так как у нас не было заданий с ним, поэтому он ничего и не сказал. Я слышал, что в Окманте есть люди, которые могут помочь мне покинуть город. Возможно. А может и нет. Мне-то откуда знать? Говорят, здесь устраивают поминки по беззубому бобу. Возможно. Но я вас не знаю. Докажите, что вы не сыщик? Дела говорят громче слов. Может, я помогу вам с чем-нибудь решать проблемы моя специальность? Ладно. Может, окажете мне небольшую услугу? Не волнуйтесь, ничего сложного. Мне уже давно должны были доставить одну посылку, но курьер так и не прибыл. Узнайте, почему он так задержался. Вот адрес. Ясно. И еще. Даже если не найдете курьера, принесите мне посылку, ладно? Это ящик с живой водой. Если понимаете, о чем я. Не особо, ну да ладно. Счастливо. Так, хорошо, услуга. Запад Гримхейвен Бэй. Это вот сюда. Леви Кофен Авеню. Вот, Леви Кофен Авеню есть. Недалеко от пересечения с Марш Авеню. Недалеко от пересечения. Вот, в принципе, пересечение, значит, примерно где-то здесь. Хорошо. Хорошо, товарищ. Так, а как-нибудь быстро туда добраться можно? Или вообще без вариантов? В принципе, можно вот сюда переместиться и потом доплыть. Ну, как я и говорил, да, надо будет выполнить какую-то услугу. Так, мне вот и сюда. Так, а где должна быть лодка? Дешевле не найди. А, путь, по-моему, там по прямой. Не все так просто, да? Так, гильзы, порох. До свидос. До свидос. Я свалил. Так, недалеко от пересечения. Вот он, наверное, скорее всего, где-то здесь. Так, ну, сразу готовим оружие. Пункт значения курьера. Окей. Так, патроны. Полным-полно. Так, что можем создать сразу? Окей, у меня закончился порох. У меня уже шесть тряпок. Замечательно. Так, кстати говоря, я же могу создать еще, получается, эти для мозга. Во. Спирт пружины. Так, а навыку у меня никакого нет? Четыре очка навыка? Серьезно? Это уже круто. Это уже очень хорошо, как круто. Так, я бы хотел, наверное, для дробовика. Давай сюда. Давай сюда. И давай вот сюда, наверное, скорее всего. Дальше. Двойной урон выстрелом. Винтовки пока нет. Это точность. Это точность. Ну, давай сюда прокачаем в точность. Так, неплохо. Ну, давай тогда создавать. По предметам. А, тут уже пороха нет, к сожалению, да? Ловушки максимально. Но. Можно создать, допустим, гранату. Угу. Там металлолом создается. Это я создавать не хочу. Все, собрали здесь. Патрончики потом возьмем. Так, снизу-вверху. Вроде как снизу. Что это? Пусто, но пахнет бензином. Ага, хорошо. Такой пепел я уже видел. Похоже, кто-то избавился от трупа. Нифига, они его, получается, сожгли здесь. Так, спирт, пружина, гильзы. А, пороха не хватает теперь. Окей. Кровь почти засохла. Кровь почти засохла. Так, собрал ли я тут все? Добей. Отлично, неплохо. Добили лопатой. Добили эту тварь лопатой. Ящик виски. Я не могу взять всякого металлолома, да, побольше. Блин, здесь не хватает, к сожалению, пороха. Может, я еще порох найду? Вроде как, да. Так, ловушки не могу взять, спирт не могу, пружин не могу, взял металлолом, да? Отлично, еще металлоломчик, хорошо. Так, там, по-моему... А, я не тратил патроны. Я молодец. Так, ну, в общем, получается, кто-то остался еще наверху, да, у нас? Надо бы туда тоже загулять. В принципе, вроде как здесь... Здесь проехало что-то тяжелое на колесах. Так, все, закончил. Подожди, подожди. Сначала надо территорию зачистить. Пружин не могу взять. Ну вот и все. Гильзы порох. Отлично. Гильзы порох это для дробовика. Металлолом взяли. Теперь хоть можно куда-то девать все это дело, да? Порох, металлолом. Еще патроны для револьвера. Чуть не свалился. Чуть не свалился. Так, ну, вроде бы, как и все. Это все обошел, посмотрел. Тебе крышка, парень. У меня доносчики долго не живут. Валите его, ребята. Дурак! Какой дурак придумал так прятать ящики? Не щадите его, парни. Он сам напросился. Избавьтесь от него. Пусть только пепел останется. Ясно? Пора во всем разобраться. Так, в общем, получается, это, наверное, скорее всего, первое. Дурак! Какой дурак придумал так прятать ящики? Это второе. Тебе крышка, парень. У меня доносчики долго не живут. Валите его, ребята. Не щадите его, парни. Он сам напросился. Избавьтесь от него. Пусть только пепел останется. Ясно? Кто-то искал здесь ящик и был зверски убит. Банду, которая это сделала, возглавлял человек в инвалидном кресле. Так, убийство в подвале. Ключевые улики найдены. Ну, я обрадую меня. Отлично. Все улики найдены. Замечательно. В принципе, нам здесь уже получается, что больше делать нечего. Только уже вернуться. Ящик виски есть. Убийство в подвале. Не хватает пороха. Не хватает пороха. Это, конечно, я могу создать. Но я лучше тряпки оставлю на гранаты. Они нам еще пригодятся с вами. Так, этот патрон я взять не могу. Ну, ладно. Главное, выполнили. И фигово то, что я не хочу идти через этих монстров. То есть, попробую я, конечно, лучше, наверное, все-таки добежать вот здесь. И там сесть в лодку. Там-то, по идее, должна быть лодка. Лучше уж так, чем через этих монстров. Сюда можно выездить, да? Но я не хочу сюда лезть. Терять время на то, чтобы найти пару деталей для крафта. Мне так почти, в принципе, все полным-полном. Выбирайте, дешевле не найти. Я нашел вашего курьера. Жаль вас огорчать, но он мертв. Кому-то не понравилось, что он болтал с копами. Церемониться с ним не стали. Что? Ну все, мне крышка. Он решит, что я замешан в этом деле. Он? Кто он? Босс. Я могу вам чем-нибудь помочь? На, я сам разберусь. Но вот что я вам скажу. Вывести кого-то из города может только босс. Так что не злите его. Вера, чужак. Вот. Держите инструкцию. Дальше вы сами по себе. Ладно, спасибо. Ну, а я тебе ящик принесу. Вот ваша живая вода. Чшш. Не так громко, приятель. Неплохо, чужак. Хорошая работа заслуживает награды. Счастливо. Так, новая зацепка, ящик виски, инструкция бармена и патрончики. Так, новое местоположение. Юг, Сальвейшн Харбор. Сальвейшн Харбор, юг это здесь. Переулок на Уиндмилл Авеню. Вот Уилдман Авеню. Между Октопус Авеню и Шкипер Роуд. Примерно где-то здесь получается. Хорошо, тут получается только плыть. В принципе, там лодка есть. Сейчас плаваем. Что-нибудь налить? Да нет, не надо. Создать могу, создать не могу. Ну и ладно. Босс, говоришь? Ну хорошо, босс значит босс. Так, как понять, как правильно сплавать? Я, походу, уже не туда плыву. Да, я уже плыву не туда. Циклоп-2. Циклоп-2. Так, ну по идее... А сейчас направо, потом налево. Сейчас мужику испортим рыбалку. На тебе. Так, ну и получается сюда, да? Да, всё правильно. Где-то здесь есть босс. Ну давай искать этого босса в коляске. Что-то я не вижу подходящей двери. Может сюда? Эй, приятель. Что ты делаешь, когда видишь собаку? Гладишь или пинаешь? Я её поглажу. Люблю собак. Ты пришёл не по адресу. Офигеть. Ну я не просил меня стрелять. Блин, надо было как-то прокачать какую-то способность, что позволяет аптечку больше лечить здоровье. Все улики найдены. Какие все? Мне про пароль никто не говорил. Если бы сказали, что был бы пароль, я тогда что-нибудь сказал бы правильно. Так, надо будет для дробовика. Отлично. И вот так вот. Замечательно. Так, аптечку ещё, наверное, могу создать. Чертоги разума. Босс контрабандистов. Жестокий тиран. Человек на инвалидном кресле сжёг заживо предавшего его курьера в назидании другим. Так, пружинный металлолом. Больше револьверных патронов. Хорошо, у меня получается есть новый адрес, да? Западная часть. Сальвейшн Харбор. Каллшман Стрит между Севен Оук Стрит и Шкипер Роуд. Ага, это куда-то вот сюда. Ну, допустим. Так, это надо метку убрать. А то мешается. Так, теперь пока будет доплыть бы сюда правильно, да? А, ну то есть сейчас налево, налево, потом направо. Вот сейчас искать нам дом или опять какой-нибудь закоулок. А, так я ещё не дошёл. Так, ну вот, кстати. Чуваки, вы что, с ума сошли, что ли? Вы теперь все на меня будете охотиться, да? Для человека, который потерял столько крови, всё наверняка закончилось плохо. Ага. Ну, хорошо. Давай искать. Пора гильзы патроны. Ах, не хватает чуть-чуть. Ладно. Я, кстати, здесь был. Но здесь никого не было. Похоже, кто-то предпочитает количество, а не качество. Даже моё снаряжение в лучшем состоянии. Спирт пружины. Спирт пружины. Металлолом. Не могу нести пружины. Так, а если... А если... Сейчас использовать аптечку, наверное, да? Да, наверное, лучше стоит использовать аптечку. Так, пружины всё равно я больше нести не могу. Жаль, жаль. А здесь ещё? Опять-таки пружины. Не знаю насчёт тебя, парень, но мне не очень-то хочется умирать. Может, договоримся? Кто ты такой? И какого дрога тебе здесь нужно? Я частный детектив. Не думаю, что вас интересуют подробности. Дерзкий, да? Ладно, парень. Я и так знаю, кто ты такой. Ты работал на трогмортона, да? Зачем ты пришёл ко мне? Я хочу вывести кое-кого из города. Многие хотят покинуть Окмант, парень. Но мало кому это удаётся. Это будет нелегко. И недёшево, как и всё хорошее в этой жизни. Вы не в том положении, чтобы торговаться. Неправда. Только с моей помощью можно выбраться из этого борга. Если убьёшь меня, то останешься ни с чем. Раз ты здесь, то достаточно умён, чтобы быть полезным. Давай договоримся. Ты выполняешь моё поручение, а я твою просьбу. Похоже, у меня нет выбора. Ну, так что нужно сделать? Давай по порядку. Во-первых, я Брут Карпентер. Глава семейства Карпентеров. Во-вторых, неделю назад кто-то пытался меня убить. Вы же не хотите, чтобы я нашёл и убил этого человека? Нет, парень. Для этого у меня есть другие люди. Да я и не хочу его убивать. Мне просто нужно знать, кто точит на меня зуб и почему. Звучит банально, но едва не лишившись жизни, я понял, что не все проблемы нужно решать насилием. Теперь я попробую действовать иначе. Хорошо, я слушаю. Что с вами произошло? Я очнулся в крематории, завёрнутый в ковёр. На ноге висела бирка, словно у покойника. Я был весь покрыт странной вонючей слизью. Мне удалось оттуда выбраться, но когда я вернулся домой, то решил, что у меня крыша поехала. Что вы там увидели? Себя, парень. Какого-то урода с моей физиономией, который выходил из дома, как ни в чём не бывало. Поэтому я решил обосноваться здесь. Взял себя в руки и собрал небольшую банду. Фух, как интересно. Есть предположения, кто мог бы так поступить с вами? Наверняка это кто-то из своих. Так что теперь я никому не доверяю. Я даже не обратился к моему сыну Грэму. Хотя обычно такие дела поручаю ему. Я сейчас уязвим и не могу рисковать. Ещё одна причина нанять человека со стороны. Где находится городской крематорий? Ах да, ты не знаешь. Ты же здесь недавно. Вот адрес. Спасибо. Спасибо. Не помню, что именно, но это было важно. Этот дневник может навести нас на след. И он всё ещё в вашем особняке? Вот именно, парень. В моей комнате. В сейфе. Можешь его взломать, если нужно. Адрес я тебе напишу. Я понял. Я понял. Вы упомянули своего сына Грэма. Но он даже мухи не обидит, не говоря уже обо мне. Похоже, вы вполне можете стоять без посторонней помощи. Так зачем вам инвалидное кресло? Ты всегда суёшь нос не в своё дело. Ладно, я скажу, раз тебе так интересно. Я стар и быстро устаю. А это кресло, в отличие от многих людей, никогда меня не подводило. Я знаю, что могу на него положиться. До свидания. До скорой встречи. То есть, получается, у нас есть новое место на карте. Опять новое место на карте. И... Жёлтая бирка, которая висела на ноге у Брута, когда он начнулся в крематорий. На ней написано имя Джек Уайт. Хорошо, у нас, получается, два места. Это крематорий и сам дом. Это крематорий, южная часть Рид Хайтса. Рид Хайтс. Это сюда, южная часть. Так, стоп. А чё ты у меня? Да блин, а где этот крематорий-то? Вот. Стопэ, не сюда. Редактировать. Южная часть Рид Хайтса. Это на углу Вайн Роад и Филипп Стрит. Бляха-муха. Вайн Роад и Филипп Стрит. Блин, это же южная часть, правильно? Или прям сюда надо идти? А, да. Не, подожди, это не то. Вайн Роад и вообще не вижу. Никакого Филиппа, ни Вайн Роада я не вижу. Южная часть Рид Хайтса. Вот Рид Хайтс. Южная часть. Где чёртов Филипп? Вообще реально нету никакого Филиппса. Хоть бы, блин, пометил бы сам. Вот он, Филипп Стрит. Пипец. Офигеть. Называется южная часть. Это уже больше восточная какая-то часть. На углу Вайн Роад. И Филипп Стрит. Ну вот, скорее всего, крематория. Он и есть. Так, с крематорием понятно. Здесь что? Особняк Карпентеров. Южный Олдграф. Олдграф. Южный. Так, Голдбридж Роад. Где-то примерно здесь. Хорошо. У нас ещё есть какие-то чертоги разума. Когда Брут был одной ногой в могиле, он по-новому взглянул на жизнь и понял, что жестокость не всегда оправдана. Ну, вряд ли ты вместе. Вместе? Серьёзно? Я пока ещё не знаю. Ну, посмотрим. Это пока сделаем вывод о том, что он... Ой. Что тебе нужно, парень? Посчитаем о том, что он вроде как изменился. Ну и плюс, надо будет сейчас здесь всё поискать. Ничего вроде нет, да? Так, ну пошли в подвал тогда. Так, спирт, металлолом. Так, неплохо. Пороха много собрали. Надо выбросить этот мусор. Папаша Брут скоро будет здесь. Так, это какая-то девушка. Но ничего нового как бы здесь нет, да? Кровь засохла недавно. Так, что-то новенькое есть. А, блин. Так, ну улики-то я здесь все собрал. Да, я вроде здесь все собрал. Хорошо, у нас два варианта. Куда с вами пойдём? Здесь быстро получится приместиться? В принципе, да. В принципе, да, но я боюсь, что там... Будет место с монстрами. Ха-ха-ха. Ладно. Не будем обращать внимание. Так, быстренько добежать. Это мне сейчас направо надо будет. Попробуем в Клематоре сначала загулять. Но мне кажется, там его сын причастен 100% к этому. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Так, мне сюда. Он сказал, что на углу. Вот это здание, кстати, очень похоже на Крематорий. Там воно дыма всё идёт. Значит, скорее всего, сюда идти. Только не застревай, пожалуйста. Крематорий. Ну, давай искать. Контора. Второй этаж. Траурный зал. Первый этаж. Морг. Цокольный этаж. Минус один. И Крематорий. Подвал. Минус два. Так. Не могу сюда попасть. Но он, получается, ещё работающий. Значит, вряд ли здесь будут монстры. Орелли Люда. Да ладно, чувак. Хрен с ним. Пойдём шары покатаем. Что? Так, а на второй этаж попасть не могу, да? Записка на двери. Сегодня я ушёл пораньше. Ключи на столе. По скриптам. Утром у кладбища я слышал вой волбистов. Будь осторожен. Так, хорошо. Значит, нам нужен ключ. Дверь не поддаётся. Я оставил ГТО на столе. На каком столе? Журнал Крематория. Прошлой недели. Дежурный Джеймс Уоррен. Список умерших. Семь неопознанных трупов. Кремированы. Хас кремирован. Коул. Нужно кремировать. Блэк. Нужно кремировать. Джек Уайт. Нужно кремировать. Срочно. Угу. Это неделя. Дежурный. Роберт Тейлор. Джеймс Уоррен. Спрошлой недели на больничном. Список умерших. 16 неопознанных трупов. Кремированы. Джейн кремирован. Угу. Так. А вот и ключ. А вот и ключ. Ключ. Че за жижа? Ох. Ну и вонь. Так. Че у нас тут есть? Еще порох. Что можно создать? Так. Здесь уже максимум. Здесь максимум. Здесь максимум. Давай наверное вот сюда. Так. Здесь все максимум. Тряпки 4. Окей. Так. У нас записка на двери. И журнал крематория. Черта Геразума. Расписание смен в крематоре. Когда Брут очнулся в крематоре, там дежурил некий Джеймс Уоррен, который вскоре после происшествия взял отгул по болезням. Угу. Так. Может взять дробовик лучше? Угу. На всякий пожарный возьму. Тот, кто это держал, был весь испачкан слизью. Угу. Че, еще не все что ли? А, да. Судя по засохшей крови и вмятини на лопате, ее использовали в качестве оружия. Так, понятно. Отлично, молодец. Фу, какая вонь. Что за дрянь? Не знаю, что за дрянь. Порох. Кто-то пытался отмыть пятно, но оно все еще склизкое и воняет. Почему его в таком формате сделали-то пятно? Да, я походу закончил здесь все. Надо убираться отсюда, пока он не очухался. Так, ну давай тогда здесь все посмотрим. Ага. Ясно. Что происходит? Где я? Ясно. Это первое, это второе, это третье, а там получается четвертое, да? Так, еще один. Сожги его как можно скорее, дело срочное. Пора выяснить, что же здесь произошло. Это первое. Так, еще один. Сожги его как можно скорее, дело срочное. Он похож на сына. По голосу. Так, потом здесь очухивается-то второе. Что происходит? Где я? Отлично, это третье. Надо убираться отсюда, пока он не очухался. Брута принесли сюда люди, у которых был уговор с работником крематория. Брут очнулся, вырубил его и сбежал. Ключевые улики найдены. Все улики найдены. Замечательно. Так, происшествие в крематории понятно. Чертоги разумом. Брут вырубил работника, чтобы сбежать из крематория. Нужно поговорить с Джеймсом Уорреном. Это он был на дежурстве, когда брута чнулся в крематории. У него травма головы, и его следует искать в больнице. Понятно. Это у нас уже по поиску в архиве. Ясно. Но. У нас с вами как бы еще есть одно место. Это особняк. А что ты никак не можешь отойти? Блин. Уйди, говорю. По времени, наверное, в принципе, должны успеть смотаться в больничку. Жалко, здесь нигде нет быстрого перемещения. Придется сплавать. Давай тогда уже в этой серии до конца узнаем. То есть загуляем еще в больничку. Ох, да ладно, серьезно? Я утопил лодку. Ой, стопэ. Я утопил лодку. Бывает. Бывает. Так, до быстрого перемещения это надо сейчас прямо путь. Потому что, в принципе, я успеть должен сегодня выяснить. Возможно, даже с ним поговорю. Но в особняк, наверное, тоже надо будет загулять. Чтобы как бы до конца картинку собрать. Так, где у нас больничка? Вот сюда. Так, где твой архив? Так, субъекты. Пациенты. После потопа. Район. Район, по-моему, это что у нас там? Рид Хайтс. Нет, не Рид Хайтс. Ну хорошо, давай тогда это уберем. Поставим хирургия. Да, мужчина, 35 лет, местный житель, место работы, крематория. Диагноз травма головы, стрясение мозга. Лечение госпитализировано на втором этаже Аукманской больницы. Святой Марии. Рекомендован постельный режим. Так, на втором этаже. Ну, пошли на второй этаж. Ты Джеймс Уоррен, верно? Да. Чего тебе надо? Не видишь, что я болен? Неделю назад какие-то люди принесли в крематорий человека, который был без сознания. Мне нужно выяснить, кто эти люди. А с чего ты взял, что я знаю? Девушки отдыхают. Нет. Пожалуйста, не надо. Я не спрашивал имен. Это были священники. Но точно не из церкви святого Михаила. Они говорили про какого-то повелителя лесов. Может, они из старой Аукманской церкви? Больше я ничего не знаю, клянусь. Где эта старая церковь? Я не знаю. В этом Борге есть вещи, от которых лучше держаться подальше. Не бог весть какая зацепка, но все равно спасибо. Сразу бы так. Ты получил, что хотел. Оставь меня в покое. Счастливо. Так, хорошо. Показания Уоррен. Скорее всего, люди, которые принесли брута в крематорий, посещают одну из церквей Окмонда. Уоррен сказал, что они упомянули какого-то повелителя лесов. Ну, немного получается, да? Люди, которые принесли брута в крематорий, посещают одну из церквей Окмонда. Они упоминали какого-то повелителя лесов. По карте, по-моему, у нас церковь... Одна вот здесь вот. И, по-моему, все. Ну, я думаю, надо будет догулять все-таки до квартиры. Может быть, там почитать дневник и что-то прояснится. Но не сегодня, а уже в следующей серии. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Видимся в следующих прохождениях. Всем пока.